Американские акции находятся в красной зоне после выхода неоднозначных отчетов о доходах Citigroup и Goldman Sachs. Так, Goldman Sachs удалось превзойти ожидания в первом квартале, однако выручка компании упала на 13% в сегментах торговли, инвестиций и кредитования банков. Между тем, на рынке Форекс евро по отношению к доллару на 0,03% выше и составляет 1,1303 пункта. Доллар по отношению к японской иене на 0,01% выше и составляет 112,3 пункта. Пара фунта и доллара сохраняет бычий характер торгов. Курс валют находится выше линии поддержки и продолжает расти. Долгосрочные позиции будут выше 1,380 пунктов со значениями 1,310 пунктов и 1,3135 пунктов. Биткоин на 0,92% дешевле и стоит 5,017 долларов. Цена золота под давлением, она пересекла нижнюю границу треугольника на графике и продолжит снижаться. Краткосрочные позиции будут ниже 1,292 долларов со значениями 1,284 доллара и 1,281 доллара ровно. Серебро на 0,11% дороже и стоит 14,99 долларов за тройскую кунцию. В понедельник с вами была Евгения Мангуби. Специально для Trading Central Web TV.